Агентство Интерфакс. Сергей Викторович, хотелось бы спросить, в американских СМИ за последние дни прокатилась целая волна обвинений, связанных с Россией хакеров, в атаках на гособождение США. Хотелось узнать, получали ли мы от американской стороны по официальным каналам какие-либо претензии, и как мы видим сотрудничество в киберсфере с новым президентом США Байденом. И если можно, также хотелось бы попросить вас прокомментировать вчерашнее заявление госсекретаря США Помпео. о том, что Россия подрывает безопасность в Средиземноморье. Что еще раз? В Средиземноморье. В Средиземноморье, а также богатые россияне отмывают миллионы долларов на Кипре и на Мальте. Нет, у нас не зарегистрировано каких-либо официальных обращений Соединенных Штатов касательно вот этих вот хакерских атак, подозрений в этих атаках. И мы уже привыкли к тому, что Соединенные Штаты, да и другие западные страны просто объявляют в средствах массовой информации об очередных обвинениях в адрес России, будь то хакеры, будь то какая-то сенсация про двойное, даже тройное отравление Навального. Оказалось, что первый раз его жену отравили. Все эти новости, ну, забавно читать, но они говорят лишь об одном, вернее, манера, в которой эти новости преподносится, говорят лишь об одном, что у наших западных партнеров отсутствует наличие каких-либо этических норм, отсутствие каких-либо навыков нормальной дипломатической работы и нежелание выполнять международно-правовые нормы, когда речь идет об установлении фактов. И логика здесь такая. Вот, дескать, мы объявили, например, новые факты, которые были обнаружены германскими спецслужбами про отравление Навального, а Москва уже два дня молчит. Раз молчит, значит, виноват. Ущербность такого подхода, по-моему, очевидна любому вменяемому человеку. А логика, значит, наших партнеров следующая. Ако Москва чути, как чуя некие оптужбы от страны, рецепт немецких, по случаю Навального, значит, мы чути ему два данных, значит, мы смо криви за то. Обакова и логика. Что касается политики Соединенных Штатов в Восточном Средиземноморье, мы по-прежнему считаем, что она неконструктивная. И один-единственный пример. Соединенные Штаты всем странам этого региона, по сути дела, запрещают нормально сотрудничать с Российской Федерацией, будь то в сфере военно-технического взаимодействия, энергетики или в какой-либо другой значимой области. Ну и, конечно, нельзя не замечать подрывной роли, которую Соединенные Штаты играют в попытке развалить православие, в том числе в этом регионе. Я хотела бы адресовать вопрос с российской стороне. Сергей Викторович, на каких условиях и в какие сроки Москва была бы готова начать диалог с новой администрацией США о продлении договора СНВ? И в этом случае, да, вот это. Вы знаете, я даже сейчас не могу на эту тему рассуждать и размышлять, потому что от нас ничего уже не зависит. Договор можно либо продлить, либо не продлить. Все те условия, которыми американцы пытались до недавнего времени обставлять свою позицию на этот счет, означали уже не продление действующего договора, а разработку нового. И надо им определиться. Поэтому подождем, когда новая администрация определит свой подход, и будем тогда уже определять свои подходы. Спасибо.